Ищите достойную работу в Европе? Начните поиск на сайте www.3w95kod.com Прямые вакансии для опытных и начинающих водителей. Заходите прямо сейчас! Ох, короче, нам до автобана еще ехать. Деревнями не той дорогой я поехал. Но вот значок сверху синенький, это в сторону автобана. А на автобане пробка. Ай, пятница. Пятница-развратница. Видите меня в зеркале? Да, меня часто спрашивают, какая тачка круче. Видите, слышно, непонятно что. Это когда я этот прицеп отцепил, начало. Может там что-то АБС цыкает, не знаю что. Но на торпеде ничего не загорается. Короче, спрашивали, какая тачка дальнобой, ну, круче едет, какая мягче. Смотрите, какие домики немецкие. Где-то ремонт делают. Я ездил на 5,7. Не ездил на Scania и на Renault. Ну, сидел в них, но так именно не ездил. Так что про них ничего не говорю. И не могу вам ничего рассказать про ремонт, про поломки. Потому что я никогда не чинил. Один раз я менял колесо на прицепе. Потому что я его же и херанул. А это было на первой фирме. Я там круг был и большой, и высокий бордюр. И что-то легковушка заехала. И я резче взял, знаете. И получилось, что разбортировалось колесо. Диск помялся чуть-чуть. Резина, слава богу, выжила. Ну, а так, что мне понравилось? Ну, конечно, мне Вольво понравилось. Вольво бомбическая тачка. Что за речка? Вольво из нового поколения. Она... Ей рулишь, как легковой. Посадка, как на легковой сидишь. И движок не сильно задушен. То есть в горочке всех. Нормально так делает. У меня 500-ка была. Наверное, из того, что я ездил, мне Вольво больше всего понравилось. Говорят, там кабина не очень большая. Но для одного, и тем более не сильно здорового, как я, мне хватило. Вполне очень даже. Для двоих, может быть, да. Вот так, все шикарно. Офигенски. И дизайн прикольный. Едет хорошо. И удобный матрас. Все классно. Освещение, подсветки всякие. Ставлю Вольво на первое место. Но мне кажется, что Scania, наверное, покруче будет. Наверное, новая. Но пока не катался, не могу сказать. Я говорю, из того, что я ездил. На втором месте, наверное, все-таки Мерседес. Я на нем поменьше ездил, конечно. Но тоже понравилась посадка в нем. Очень высоко. Получается, ты вот здесь, как бы, и тебе видно вниз лучше. Ты как будто выше всех. Но так и у Мерса самая высокая посадка. Так. Рекламная пауза. Место номер три. А, точно, знаете, как делают? Вот, я назову эту серию вообще топ-5. Эти серии популярные. Набирают тысяч просмотров. Много тысяч просмотров. Так, про Мерс что? Ну, у меня Мерс был тоже крутой. У меня был уголок. То есть, там как-то складывалась сидушка. И получалось, как у нас на кухнях уголок. Вообще так. А здесь большая площадка получалась. И вообще такое место. Такой сел в это кресло. Такой, вау, крутяк. И вот это было прикольно. Ну, так, диван, конечно, потом раскладывать. Складывать не очень удобно. Но вот это офигенская штука. Места хватает. Заводился. Коробка потупливает. Чуть-чуть, да, есть такое. Он у меня был чуть убитенький. Но все говорят, что у Мерса. Ну, вот. Мерс номер два. Я вот из следующих, на каких машинах бы я хотел, это вот работать. Это Scania или Мерс. Новый Мерс. Вообще, я в нем на выставке сидел. Посмотрите. Мою серию с выставки в Ганновере. Там я посидел в Мерсе новом. Показал, какая там торпеда новая. Фары там. Несильное изменение по наружке, но салон офигенский. Вот видите, на синенький. На автобан, на автобан. Можно даже без навигатора. В сторону автобана. Включаем ретардочку. О, тащит старушку. Блин, как французы, конечно, как придумают, блин, дизайн. Это просто жесть. Смотрите. Блин. Так, дальше что там у нас идет? Третье. Место номер три. 300 метров. Покиньте круговую развязку на первом съезде. О, это такая дичь. Дичайшая дичь. Покиньте круговую развязку на первом съезде. Фуры не помещаются. Похоже на Евротрак Симулятор 2. Я думаю, да. Смотрите в зеркала, не заезжать на бордюры. Плохо, что там колеса не лопаются. Тогда бы люди быстро разучились на бордюры заезжать. Хотя, сейчас все нажимают. О, вернутся на... Короче, уже летают. Такой дальнобой, конечно. Едут 150, 130. Не серьезно. Это не симулятор. Это вам надо в гонке тогда. Я не знаю, зачем заходить в Евротрак Симулятор и топить 130, 140. Перевернулся, о боже мой, чик-чик, поремонтировался там, поставил на место. Как там автосохранение или что делают. Все. Нету ценности, нету ценности. Вот я все думаю, блин, короче, можно бомбу сделать, игру. Вот если была ценность, например, как в танках, да, смотрите. Блин, я с темы съехал. Все, это потом. Смотрите в следующей серии. Номер три. Номер три это давчик. Давчик это середнячок. Во всем хорош. Кабина огромная. Матрас офигенский. Печка. Все шикарно. Я не знаю. Короче, нету минусов. Ну и плюсов особых, да. Хотя, я не знаю, мне все нравится. Вот, просто из-за, может, новизны. Да, Scania, Mercedes, Volvo. Они поновей. И уже сделаны по-новому. А это все старый, там, 104. Какие там DAF'ы раньше были. Просто они чуть-чуть меняют фары, там, чуть-чуть. Ну, тоже правильно, как бы. Но все работает, все идеально. Я не знаю, жаловаться это капец. Короче, середнячок. Внимание. 81 дорожный задор на протяжении 10 километров. Десяти километров. Ёптель-моптель. А можно... Приготовьтесь и вскоре повернуть направо. Не заезжать туда, блин. Нафига? Наверное, надо было другую дорогу искать. Десять километров. Офигеть. Блин, блин. Что делать? Через 300 метров поверните направо. И следуйте по трассе А-81. Блин. Не, нет. Я не... Мне это вообще не устраивает. Я не поеду. Десять километров. И именно что стоят. Так что это вообще... Полдня я здесь убью. Едем прямо. Националками будем объезжать. Да, там какая-то авария на дорогу. Вы видите? Ну, не знаю. Видите? Короче, фиолетовое это все. Это конец. Это стоят, значит. Так, надо где-то остановиться. Верните направо. И посмотреть. Посмотреть. Посмотреть, как это можно объехать. Так не нужно. Сейчас. Да. Вот в таких случаях, конечно, стремновато. Но надо делать. Ноги отсюда. Стоять полдня в пробке я не хочу. Но сейчас деревнями ехать это тоже. Ну, будем под знаки. Главное не заезжать. Если знака нету, значит, можно ехать. Вон они стоят. Все стоят жестоко. Двигайтесь по дороге 2 километра. 10 километров стоять. Ю. Твою мать. В пятницу. Это я буду. А у меня еще и загрузка вторая. Сегодня будем кататься деревнями. Так, дальше наш. Продолжаем топ. А то затягивается. Ну, четвертое место. Четвертое место это МАН. МАН. Хорошая машина. Тоже. Ничего плохого не могу сказать. У меня была комплектация не очень. И ее сейчас обновили. Поставили холодильник уже как положено. Коробка, не знаю. Вот здесь раньше коробка была так неудобна. Холодильник выпирал. То есть здесь торпеда вроде ровная. Места должно быть много. А вот этот холодильник и то и то очень сильно мешали. Короче, были пару неудобств. Матрас чуть-чуть не очень тоненький. Но тоже офигенская машина. Ничего не могу сказать. Вон Данила проработал. Доволен. Чуть-чуть дав лучше. Чуть-чуть. Если в хорошей комплектации МАН, то и МАН. Офигенская машина. Это лобовуха огромная. Круто. Ну, иногда не круто. Слишком светит все солнце. Херячит. Ну, а что еще о МАНе? Мощный тоже. Коробка у него 15... Сколько скоростей? Нет, 14 скоростей. У этих по 12. У этого 14. Плюс... Через 300 метров поверните налево. Затем сразу же поверните направо. Так, вот они уже расходятся во мнениях. Вот я послушаю эту грузовую. Чем? Ну, сейчас посмотрим. Теперь на втором повороте поверните налево. Затем сразу же поверните направо. Вот такими деревушками приходится ехать. Но зато не стоишь. Двигайтесь по дороге 3 километра. Ну, и последнее место. Хотя, блин, тачка вообще огонь не понравилась. На самом деле, это Ивека. Но, видите, говорят, что там лампочки загораются постоянно. То, сё, другое, третье. Так, а Google что-то не может раздуплиться. А, нет интернета. Вот это минус ее. Без интернета она не может просчитать маршрут нормальный. Ой, блин, куда мы едем? Ё-моё, начинаются горы. Зато едем. Ивека мне понравилась своей мощностью. Движок итальянский прет шатурной. Понравилась столиком посередине. Понравилась вождением. Она тоже как легковая водится вообще по-плотному. Крутяк. Мне понравился дизайн. Старенький уже, надо обновляться. Там были косяки с лампочками тоже. Ну, такое. Короче, и века мне понравилась, на самом деле. Но все говорят, что говно. Скажу и я, что говно. Нормальная тачка. Итальянец. Феррари почти. Ну, а если еще Scania и так по слухам, то Scania на уровне Вольвы, ну, лучше, наверное, первое место бы было у Scania. А Renault где-то борется с EVE. Вот такие мои. И плюс сейчас у них добавился Ford. Меня, кстати, спрашивали, видел ли я Ford. Два раза уже видел. Ford проезжал. Но мало их, конечно. За два месяца две штучки только. Но появляется хорошая тачка. Дешевле остальных. Так что можно, наверное, ездить. Я посмотрел, автобан чуть-чуть двигается все-таки. Так что... А этот все никак не может интернет найти. Ага. 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 Он типа на Wi-Fi сидит. Так, мы должны пропустить. Если будет кто-то ехать. Давай-давай-давай-давай. Ох. Красавчик. Не сбить какой-то город. Давай, езжай. Пам-па. О, Мустанг. Блин, что-то коробка, конечно, бурагозит. Она иногда ей кажется, что я груженый или что. И она как-то дергается резко. Вот на шестом DAF, ну, это тоже шестой. Но не на обновленном. Вот там коробка таких проблем я не видела. А здесь иногда вот включаешь, как будто там молотком ее включил кто-то. У тебя новая коробка. Я был на сервисе, они там перепрошивали. Но я думал, исчезнет эта фигня. Не знаю, что это такое и зачем оно. Ой, блин, да ну нафиг. Это все такие же умные, как я. Ёп твою дивизию. Вот почему она меня повела по-другому, а не сюда. Потому что она знала, что сюда такие же умные, как я, пруд. Эндррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Продолжение следует...